Красочный карнавал, русские блины и танцы до изнеможения. Таким запомнился забайкальским артистам фестиваль Этни Аконфронта в итальянском городе Мателлика. Наш следующий сюжет продолжает рассказ о европейском туре фолк-театра Забайкалья. Пожалуй, самые яркие впечатления в европейском туре фолк-театра Забайкалья 2013 оставил город Мателлика. Он располагается в регионе Марки, в центральной части Италии. В первый же день пребывания здесь артисты заявили о себе всему городу. Фестиваль Этни Аконфронта в этом году юбилейный. За 20 лет его участниками стали артисты из 60 стран мира. В этот раз национальную культуру представляли коллективы из Индии, Мадагаскара, России и, разумеется, Италии. Мы мечтаем, чтобы наш фестиваль стал центром мировой фольклорной культуры. Мателлика очень гостеприимный и теплый город. Выступление коллективов с каждой минутой подогревало и без того жаркий вечер. Артисты из Мадагаскара, к слову, приехав в Италию, попали из зимы в лето. В южном полушарии на их родном острове в это время самые холода до плюс 13 градусов. Ребята с прекрасным чувством юмора демонстрировали не только умение энергично двигаться, но и чудеса гибкости и выносливости. Группа «Саготра» создана два года назад и теперь очень известна на острове. Артисты рассказали, что традиционная музыка Мадагаскара перемешала в себе культуры Индонезии, Малайзии, Африки и Европы. Мы выбирали направление в музыке и остановились на фольклоре, потому что это очень популярно на Мадагаскаре и даже среди молодежи. У нас всего один профессиональный музыкант, в основном в коллективе студенты. Участники из Индии зажгли в прямом смысле этого слова. В одном из концертных номеров девушки танцевали, держа на голове чаши с огнем. Позже они признались, что это действительно страшно, но смотрится очень эффектно, поэтому они долго тренировались. Разогретая публика с восторгом принимала забайкальцев. Здесь любят русскую культуру и знают некоторые русские песни. Фолк-театр Забайкалья – пятый коллектив из нашей страны, побывавший здесь. Однако то, что они исполнили, в Мотелике увидели в первый раз. Мне очень понравилось красивое, яркое выступление русского коллектива. Я рад, что сегодня пришел на этот концерт. Организаторы фестиваля решили, что русские не только хорошие артисты, но должно быть и прекрасно готовят свои традиционные блюда. Так что уже на следующий день женская половина забайкальского коллектива встала к плите. Мы долго думали, что мы будем готовить, чтобы всех накормить. И чтобы всех накормить, мы решили приготовить блины, потому что вообще он всех не накормишь, а блинами накормят. Ну и вот. Купили продукты. У них тут половина продуктов вообще нет, которые нужны для блинов. Итальянские девушки помогали с удовольствием, полностью опровергнув поговорку о том, что несколько хозяек не могут ужиться на одной кухне. Дегустация для всех желающих прошла в городском уличном кафе. С песней и открытой русской душой артисты фолк-театра Забайкалья угостили жителей Мотелики. Насыщенная программа пребывания забайкальцев в этом гостеприимном городе на этом не была исчерпана. Кульминацией фестиваля стало шумное, разноцветное, веселое шествие. Заряды, уточки, мотелики, не только увидели настоящий карнавал. Часть и фестиваль, мы все познакомились и зажигаем вместе. В продолжении карнавала танцевальный марафон. Горячие южные итальянцы из города Таранто поразили всех выносливостью. Свой традиционный танец Тарантелло они сами исполняли больше часа и вовлекли в него всех окружающих. Чтобы танцевать Тарантелло, это очень спортивные какие-то возможности. То есть я вот сам вот сейчас вот танцевал это и очень тяжело. Я даже не представляю, как это я не танцую так столько часов на сцене. Это очень сложно. Отмечу, что трое забайкальских артистов остались без обуви. Так что свою часть мастер-класса уже проводили босиком. Игровой номер «Пчелочка» еще больше укрепил дружбу людей, собравшихся здесь из разных уголков планеты. Екатерина Станиславская, Сергей Рычков, время новостей.